Дорогие друзья, я вас всех сердечно приветствую. И мы уже приближаемся к празднику Рождества Христова. И у нас уже такое предпраздничное настроение. И мы, христиане, имеем особую радость в празднике Рождества Христова, потому что с этим праздником связаны многие обетования Божьи к нам. И мы этому радуемся. И сегодня я хочу еще прочитать один текст Священного Писания. Это Евреям, 11 глава, 13 стих. Все сии умерли в вере, не получив обетований, а только издали видели оные и радовались, и говорили о себе, что они странники и пришельцы на земле. 11 глава послания к евреям – это глава о героях веры. И мы прочитали о некоторых героях веры, о котором сказано, что они умерли в вере, не получив обетований. Что это значит? Это значит, что им что-то было обещано, и они что-то ожидали от Бога, но они не получили это при своей жизни. И когда мы читаем выше и ниже, мы находим, что это говорится об Аврааме, о Саре, о Исааке и Иакове. Какие обетования имели эти люди? Они имели три обетования. Первое – Бог обещал им, что Он произведет от них многочисленный народ. Второе – Бог обещал им дать в наследство землю ханаанскую. И третье – Бог обещал, что из этого народа произойдет Мессия, через которого будут благословлены все другие народы. Эти праведники, они поверили обетованиям Божьим, и свою веру они доказали определенными делами. И Бог видел их веру, и Бог поступал по их вере, и Бог их благословлял. Когда мы читаем историю их жизни, мы видим, что Бог их защищал, Бог даровал им богатство, и даже люди, которые были вокруг них, они видели руку Божью над этими людьми. Но в то же время, вместе с этими благословениями, которые имели эти люди, в их жизни было нечто такое, что смущало их, что приводило их в смущение, и что, казалось бы, противоречило тем обетованиям Божьим, которые они ожидали. У меня сегодня нет времени говорить об Иакове, об Исааке. Я немножечко хочу сказать об Аврааме и Саре. Как мог Авраам представлять свою жизнь в будущем, после того, когда он получил обетование, что Бог произведет от него многочисленный народ? Наверное, естественно было для Авраама так себе представлять, что Бог благословит их Сарой множеством детей. Они родят многих детей, потом эти дети родят многих внуков, эти внуки родят многих правнуков, и к концу своей жизни Авраам и Сара надеялись увидеть многочисленное семейство, которое было бы как начаток того многочисленного народа, который Бог им обещал. Но как происходило в их жизни? Совсем не так, как они ожидали и как они надеялись. Мы читаем истории жизни Авраама и Сары, что они жили долгое время, и долгое время у них не было детей. И уже когда они достигли того возраста, когда Сара уже не могла родить ребенка, помните, как Авраам говорил Богу, «Господи, Ты мне дал все, богатство дал все, ну кому я это должен передать? Где этот наследник, которого Ты обещал?» И Бог сделал чудо. Бог сделал чудо, что Сара родила уже в том возрасте, когда, по мнению людей, уже она не могла родить. И это было знамя от Бога, что Бог есть с Авраамом. И когда родился Исаак, возможно, Авраам, у него обратно возобновилась эта надежда, что если Бог не дал ему много детей, то теперь много детей будет у Исаака. Но мы знаем историю Исаака. История обратно повторяется. Исаак женился, и 20 лет у него с Ревекой не было детей. И когда уже родились Иаков и Исаак, то Авраам уже был последние годы своей жизни. Авраам еще увидел своих внуков, двух внуков, а Сара даже не увидела своих внуков, она умерла до этого. И когда Авраам хотел похоронить Сару, вы помните, он покупал этот маленький кусочек земли, чтобы похоронить ее, потому что земля ханаанская, где он покупал эту землю, она ему не принадлежала, как обещал ему Бог, и как он, возможно, этого ожидал. И вот мы видим такую интересную картину. Вокруг Авраама живут люди, которым Бог абсолютно ничего не обещал. Но эти люди рожают детей, ихнее потомство увеличивается, у них, возможно, большие семьи. И вот эти люди, возможно, даже себе говорили, и, может быть, и Аврааму говорили, «Авраам, ты же называешься отцом множества, так Бог назвал его, будешь называться Авраам, отец множества». И поскольку Бог его так назвал, это значит, что Бог не хотел в тайне держать свой обед с Авраамом. Бог хотел, чтобы и другие люди знали об этих обетованиях. И вот люди могли сказать, «Авраам, ты отец множества, но где это множество? Ты прожил длинную жизнь, намного больше он прожил, чем кто-либо из нас, и за всю эту жизнь они с Сарой смогли родить одного ребенка, и Авраам смог увидеть только двух внуков». Я думаю, что это обстоятельство, оно смущало Авраама, оно приводило его в некоторое смущение, и я думаю, что это было нелегко Аврааму. Но Авраам назван здесь человеком веры. Почему он назван человеком веры? Потому что Авраам имел веру, которая была сфокусирована не только на временную жизнь здесь на земле, которая была сфокусирована не только на временные обетования Божьи, не на обетования Божьи, которые были ограничены жизнью только на земле. Вера Авраама была сфокусирована на вечность. Она была сфокусирована на вечное обетование. Авраам верил в вечность. Авраам верил в воскресение из мертвых. Авраам верил в то, что обетования Бога, а не вечные, то, что Бог обещал, Он исполнит, и Авраам уверен был, что он и увидит это исполнение. Почему мы знаем, что они верили тогда в забробную жизнь? Потому что здесь мы прочитали, что они говорили о себе, что они странники и пришельцы. И автор послания к евреям, он объясняет, что они говорили так о себе не потому, что у них где-то была другая родина здесь на земле. Они так говорили о себе, потому что они считали, что земля – это их временное пристанище. Ихняя родина есть на небесах в вечности с Богом. Мне всегда было интересно размышлять, как люди древности представляли себе жизнь вечную. И вот в этой главе я нашел интересный текст. Это 10 стих. В этой же главе говорится об Аврааме. «Ибо он, Авраам, ожидал города, имеющего основание, которого художник и строитель Бог». Интересно то, что об этом городе мы читаем в последних главах книги Откровения. Это вечный город Иерусалим. И интересно то, что эта книга Откровения, она была написана через 2000 лет, как жил Авраам. И мне было интересно узнать, что Авраам еще за 2000 лет знал Откровения об этом вечном городе, который Бог создаст для своего народа. И когда мы теперь живем спустя 4000 лет, и мы можем видеть всю историю, и мы можем ответить на вопрос, исполнил ли Бог то, что Он обещал этим праведникам? Исполнил. Бог произвел от Авраама многочисленный народ, который Израиль, и это есть могущественный и влиятельный народ и в наши дни. Бог дал этому народу в землю ханаанскую, и мы сегодня свидетели этому. Бог произвел из этого народа Мессию, через которого благословились многие народы, и была создана церковь здесь на земле, и эта церковь будет в этом вечном городе, Иерусалиме, вместе с Иаком, и Абраамом, с Сарой, и Сааком, и Иаковом. И это говорит нам о том, что Божьи обетования, они вечны. Рассуждая над жизнью этих праведников, этих мужей веры, мы можем взять для себя также пример, потому что в нашей жизни мы тоже христиане, мы имеем много обетований от Бога, и мы верим в эти обетования, и мы стоим в этих обетованиях. И каждый из нас может рассказать свидетельство, как Бог был верен, когда Он отдавал нам то, что Он обещал, и то, что мы ожидали от Бога. Каждый из нас может рассказать свидетельство, как Бог исцелял, как Бог защищал, как Бог благословлял в каких-то других сферах нашей жизни. И это хорошее свидетельство. Но в то же время, вместе со всеми этими благословениями, которые мы имеем в нашей жизни, каждый из нас может вспомнить те моменты, которые приводили нас в смущение, которые, казалось бы, противоречили обетованиям Божьим. И когда постигало нас какое-то несчастье, когда постигало какое-то болезнь, и иногда это приводило нас в смущение. Иногда даже люди, которые вокруг нас, могли задать нам такой вопрос, почему с тобой это случилось? Ты служишь Богу, ты стараешься жить свято, ты надеешься на Бога, ты уповаешь на Бога, ты ожидаешь от Бога благословения. Почему же эта беда тебя постигла? И это бывают очень тяжелые моменты в жизни, когда ты не знаешь не только, как ответить людям вне, ты даже не знаешь, как ответить это самому себе. И мы можем брать урок из этих праведников, что в этот момент они фокусировали свое внимание не на временной жизни, не на временных обетованиях, а на жизни вечной. Ихняя вера была сфокусирована на вечность. Я хочу сказать маленькое свидетельство за себя. Это непростое свидетельство, которое я хочу сказать, но как брат Артем говорил, мы должны хвалиться и нашими испытаниями. И я надеюсь, что возможно кому-то это тоже будет какое-то и ободрение. Прошлый год, который был для меня, для моей семьи был очень хороший год. Это был непростой год, было много трудностей, но во всех трудностях Бог нас очень помогал, благословлял, ограждал. И мы иногда заявляли наши нужды здесь в церкви, в церковь молилась, и Бог на все нужды отвечал позитивно. Мы получали хороший ответ. И последняя нужда, которую мы заявляли, это было месяц назад, мы просили за наших детей, чтобы устроились там вопросы, которые у них решались. И церковь молилась, и Бог благословил, и все решилось, и мы были очень счастливы. И я тогда себе так размышлял, Господи, как хорошо жить в Твоей любви, как хорошо жить под Твоей защитой, когда Ты все даешь, помогаешь, милуешь не по нашим делам. И это была такая благодарность перед Богом. И я ожидал, и был настроен на то, что Бог и в дальнейшем Он будет благословлять. И я так ожидал от Бога, что этот год, он тоже закончится очень хорошо. И вот за два дня до праздника Благодарения, до Тензгивена, мы были на приеме у врача и с нашими внуками, и врач сказал, что младший внук имеет серьезные проблемы со здоровьем, и ему нужна операция, срочная операция. И вот в понедельник, в этот понедельник, если все тесты будут нормальные, он будет иметь операцию. И это было неожиданно для нас. Это было не то, что мы ожидали, потому что, когда мы ехали к этому врачу, мы ожидали, что все будет хорошо. Когда ребенок родился, ему сказали, что он абсолютно здоров. В два месяца сказали, абсолютно здоров. И мы так думали, что и в три месяца все скажут хорошо, но сказали совсем другое. И я настраивал себя, я ожидал себя на то, что я приду на праздник благодарения, и я буду благодарить Бога только за все хорошее, что Он мне посылал. Но теперь нужно было настроить себя, благодарить не только за хорошее, но и за то печальное, что встречается в нашей жизни. И когда касаются вопросы детей, маленьких детей особенно, трудно найти для себя утешение. Потому что эти дети, они безвинны, и вся жизнь у них еще впереди. И я молился, я думал, как, как, в чем найти утешение. И единственное утешение, которое я нашел, это та мысль, которую Бог положил на сердце. Сфокусируй свой взгляд, свою веру на вечности. Сфокусируй свой взгляд и свою веру на вечных обетованиях. Посмотри на эту ситуацию с позиции вечности. И когда я начал так мыслить, когда я начал думать о вечных обетованиях Божьих, то утешение, оно пришло в мое сердце. В мое сердце пришло обратно, упование на Бога, уверенность в том, что Бог не оставит, Бог проведет, Бог позаботится. И даже то, что сегодня нам кажется с позиции нашей временной жизни, это есть плохо, с позиции жизни вечной, это будет хорошо. И я не знаю, какие обстоятельства жизни сегодня у вас. Возможно, у кого-то у вас все хорошо. Слава Богу! Радуйтесь тому, что у вас есть хорошо. Ничего не думайте плохо. Как мы слышали проповедь, что радость пред Богом это есть укрепление наше. Я вам желаю, чтобы вы даже нашли людей, которые искренно с вами могли бы радоваться и разделять вашу радость. Потому что я знаю по себе, когда все хорошо, так хочется найти человека, с кем можно было бы разделить эту радость. Но, возможно, у кого-то случилась какая-то беда, случилась какая-то болезнь, если вы в смятении, и вы, может быть, в смущении, то есть только один путь к утешению, это направить свой взор на вечность, направить свой взор на эти вечные обетования, которые мы имеем во Христе. И самое главное вечное обетование, это обетование вечной жизни. В последнее время, может быть, в последних лет 10, я очень намного чаще стал думать о вечной жизни, о том, что Бог приготовил нам на небесах. И я помню, мой отец, он всегда любил читать этот текст, Священное Писание, это 2 глава 1 послания Коринфянам, 9 стих. «Ибо, как написано, не видел того глаз, не слышало уха, и не приходило то на сердце человеку, что Бог приготовил любящим его». Мой отец всегда говорил, что как бы мы ни рассуждали о вечных обителях, которые приготовил нам Бог, мы все равно до конца это не сможем представить. Потому что написано, что мы никогда такого не видели на земле, и это даже не приходит к нам на сердце, чтобы мы могли как-то представлять. И я согласен с моим отцом, но я все-таки думаю, мы все равно должны это как-то представлять. И я как-то себе один раз подумал, что если я не могу представить, как там будет, как Бог приготовит, то я могу хотя бы представить, чего там не будет, потому что Библия нам об этом говорит. И я так себе начал рассуждать, чего там не будет, первое, чего там не будет, там не будет греха. Потому что в Откровении мы читаем, что ничего нечистое туда не войдет. И для меня это большая радость, потому что я так понимаю, что большинство страданий, большинство горя здесь на земле, это из-за греха. Грех дает страдания людям во всех странах, во всех местах, где бы люди не жили. Даже в обеспеченных странах люди страдают. Не потому что нет хлеба, не потому что негде жить, а потому что грех их мучает. И мы христиане, мы избавлены от греха. Мы очищены Иисусом Христом от греха, но мы все равно живем в этом греховном мире. И мы подвергаемся влиянию греха, как извне, так и изнутри. Мы постоянно боремся с различными греховными искушениями. И даже если мы их побеждаем, все равно нет того ощущения абсолютной чистоты внутри. И я так подумал, а там в небесах, там не будет греха. Там будет все чисто. Никому из нас в наш разум не придет обидеться на кого-то, превозноситься над кем-то, позавидовать, пожелать что-то ненужное. Там не будет греха. А если не будет греха, значит мы сможем в чистоте наслаждаться в полной мере всем тем, что Бог создаст для своего народа. Когда мы смотрим на эту землю, мы видим, что здесь на земле Бог многое создал прекрасного. Прекрасная природа, прекрасная земля, чудесная земля. Но люди не могут этим наслаждаться. Почему? Потому что грех. Я помню свидетельство одного человека, который покаялся, и он рассказывал о своих чувствах после покаяния. И он говорит, когда вышел после служения, где он покаялся, он говорит, первое, что я увидел, осень на улице. Деревья желтые, листья, красиво. А он говорит, я так этому обрадовался и подумал, а почему я не видел этого раньше? Потому что грех мучил. Греховная зависимость. Второе, чего там не будет в вечных обителях, не будет страха. Там, где нету греха, там и нет страха. Потому что страх – это последствия греха. Когда Адам и Ева начали испытать страх, когда они согрешили. И сегодня люди, живя в грехах, они постоянно живут в страхе. И дьявол сегодня, он держит людей в страхе. И мы сегодня находимся тоже под воздействием страха, но там страха не будет. Там не будет этих новостей, которые постоянно нас пугают. Там не будет этих блогеров, которые свой рейтинг поднимают тем, что пугают людей. Одних они пугают ковидом, других пугают прививками. И люди все находятся в страхе, даже не знают, чего больше бояться. Там этого не будет. Там написано, что не будет болезни и не будет смерти. Я уверен в том, что здесь нет ни одного человека, который бы не пережил болезнь. Даже когда ребенок только рождается, здоровый ребенок, и то, пока он приспособится к этому миру, он столько переживает разных болезней. И так эти болезни, они сопровождают нас до конца нашей жизни. Там этого не будет. Там не будет смерти. Каждую неделю мы слышим эти объявления. Один, два, три похорона в течение недели. И самое страшное, что это умирают не только пожилые, умирают и молодые. И это тоже наполняет наше сердце печалью, но написано, там не будет смерти. И самое главное еще хочу сказать, там не будет времени. Там будет вечность. Мы никуда не будем спешить. Здесь на земле мы спешим постоянно. Нам надо быстро работать, нам надо быстро принимать решения, нам надо быстро проповедовать, потому что мы ограничены во времени. Но там мы не будем никуда спешить, мы там будем наслаждаться. И я думаю, что вот это размышление о жизни вечной, если мы будем настраивать себя, свой взгляд, свою веру на это главное обетование, которое мы имеем в Боге, то наше сердце, оно будет преисполнено радостью, несмотря на любые обстоятельства, какие они будут встречаться в нашей жизни. И мы будем веровать во все обетования, и мы будем иметь эту уверенность, что мы все обетования, которые Бог обещал нам, они будут исполнены, потому что Бог есть верный и любящий. Пускай Ему несется слава во веки веков, и мы будем молиться. Аминь.